Двери с ноги, как говорится, крейт вещает, это уже 96 серия пути крейта на Воронеж сервере Блокраши. Залетай ко мне на сервер, ввати промокод хэштег крейт и получи лучшие бонусы для развития. Опять меня демон телепортирует к себе, сам по команде слэшлиф я уволиться из фэсэин не могу. Приходится ему выгнать меня из надзирателей и пригласить в секретную организацию. Я появляюсь на фракционном спавне, могу переодеться в печеньку, изменяем себе скин на высокий ранг. Мне дали 9 ранг, показать вам рп контент. По доступным заданкам 30 минут маскировки, ликвидатор я не понял, патрулировать 15 минут и одного посадить. Кроме меня имеется фулл состав с лидером, девятками, восьмерками, семерками, только все офлайн. Из приятного можно взять себе быстрый гелик, склад с оружием тут есть, я его могу открыть через лид меню. И пожалуй возьму себе парализатор за 100 материалов. Подобрал к себе в машину напарников и погнали вершить закон. Я думаю надо броников купить, и тут замечаю лыткаринские гелики, видимо выдвигаются на ВЧ. Я об этом сообщил в рацию, ну а пока со свой счет фулимся, покупаем броники. За одним нарушителем уже по горам ездим. Командой слэш сэджект я выкинул новичка, мы его конечно задержали, но мне очень жалко его, плюс куда-то пропала машина. Сука отпусти! Выбрали себе новую жертву из розыска, как раз на КПП военной части, но ПГшников не обнаружено, вот только одна, мы ее с Тайзера гасим, а накинуть наручники не получается. В итоге у Бонита проходит стан, он сбегает, разворачивается и гасит моего подопечного. Вроде гостников куча подтянулась, чтобы отразить атаку на военную часть, но что-то тухлой перестрелки, вот-вот подъехал бусик с ограблением. Та и особо атаки как-то не было, ментов что-то сильно больше, подошел подписчик военный, у меня звезда, крейт, посади. Ну ладно, накидываю на него наручники, веду за собой, сажу его в машину и довозим до УМВД. Все, братишка, на 5 минут в КПЗ отправил. Дальше тут созвон, был сбор всего высшего состава организации, как раз в тот момент у меня сгорел комп и все планы накрылись. Ура, господа, вышла глобальная обнова с крафтами, а значит на аукционе нас ждет новый тип бизнесов, мастерская. Самый прикольный, что до слета остался 1 час и вот я буду ловить не знаю когда слет. Мастерская 85 находится в Бусаево, давайте прямо сейчас поставим ставочку 26 кк, вдруг прямо сейчас летит. Меня спрашивают, а разберешь? На ЕХЗ мне как-то все равно 61 лям за Батырова стоит. И очевидно, самая большая ставка 80 кк за город Арсамас. Ну, пока меня не перебили, подготовлюсь, сделаю ставочку на 84 миллиона. Бомжики уже офигевают от ставок, за что такие деньги? Мастерских отдельно в GPS нет, можно только найти ближайшую. В интерьере ждет хилка за 150 и один простой верстак первого уровня. Ну, понятно, что первый владелец будет прокачивать. Я также чекнул мастерскую в Арсамасе, но сильно отрываться от аука не могу, ибо вдруг слетит, меня перебьют, а я где буду? По факту, у меня есть свой личный деревенский дом и мне бизнес вот в личных целях не нужен. Можно его просто в улучшениях подвалу купить себе за 10 тысяч, он точно такой же, как в бизнесе прямо. Надо быть начеку, включил себе тайминг, заготавливаю ставку на Арсамасскую мастерскую. Только меня перебили на Бусаева, тут же ставка в Арсамас летит. Кстати, перебили меня минимально на 150к. Приближаясь к Payday, я готов поставить на третью мастерскую ставку, вдруг меня перебьют, но в Payday ничего не произошло. Более того, сами безы не слетели еще. Прошло 15 минут, меня не перебивают, зато минимальная ставка на мастерскую 50к плюс уже. Наконец-то лот неактивен, слет случился, мне показывает 0 часов. Предварительно выбегаем, все уже решено. Можете поздравить, я словил мастерскую в Арсамасе. Также надо выполнять квесты бизнесмена, все как везде. Опа, полностью пустой, заказываем 8000 продуктов сюда. Финочки за первый день обновы еще не было. Ну, вот оно, впервые за долгое время у меня появился настоящий бизнес. Тут же подбежал подписчик и решил подарить мне бутылку и нитки. Заходим, пожалуй, в Инту, тут клиент уже что-то смотрит. Улучшения куплены на максимум, есть последний пункт, верстаки. Доступно купить новый верстак и улучшить. Давайте купим второй, затемнение экрана и обновляется Инта. Дальше мы, к примеру, можем улучшить два верстака за 120 тысяч. Они превратились во второй левел. Ну и докупаем третий верстак за 90 ка. Он по дефолту уже улучшенный. Все, максимум верстаков 3 штуки. Можно только улучшить за 360 тысяч. Тогда же последняя прокачка 2 ляма 250 ка не особо серьезна. Теперь у нас в бизнесе 3 верстака профессионального уровня. Больше и дальше уже некуда. По самому крафту будет, наверное, тяжко, ибо нужны детали для чего-то серьезного. А эти детали крафтятся из материалов, которые крафтятся из той же руды и ресурсов. Нам тут недалеко до Арзамас банка. Проплачиваем в нем наш новый безак на месяц вперед. Таким же образом, если что, владелец любого дома может прокачать себе в подвале верстак. Просто какой смысл, если предметов для крафта нужно столько же и стоимость, точно такая как в бизнесе. Только у кого ты его арендуешь? Это и так твой стол. Кстати, игроки из семьи наши говорили, что не могут пользоваться моим верстаком, который общий и в подвале. Через пару часов зашел к себе фулл прокачанный безак и вижу на балансе бизнеса 200 рублей. Продукты в наличии есть. 100% финка. Я даже больше скажу. На продукты было потрачено 225 рублей на данный момент, а пришло 200 финку. Короче, я уже в предвкушении лютейшей финки. Спустя 11 дней я камбэкаюсь в РПшке, ведь проводится ГРП госфракции против ОПГ. Только у меня склад в фамифуловый, так что стоя в строю, я снимаю, облутываю сейф семьи. Посторонняя машинка на закрытой территории. Челико страшно, он от меня уезжает. Зато послать нафиг нет, не страшно. Я аж потом узнаю, сколько надо давать звезд за такое. Ладно, пока там ничего интересного, я уже в банке и выплачиваю Максу Базу 10 миллионов за премки. Вот как поживает моя мастерская, абсолютно пустая. Заходим в управление бизнесом и видим 1014 денег. Наверное, сойдет финка за пару минут, но я ее не снимал в целом. Вообще не трогал с покупки беза. Да, делал вчера одну заданку, но хотя бы по финке показывает 15 тысяч, которых по факту нет. Пусть, ладно, это был бы очень плохой безак, но он даже не ларек. Он жрет проды, а финки приносит меньше. Ладно, у нас тут РПЗВИТА, заваливаемся к ментам. Тут огромнейший строй, но видимо я магнит, все руиню ко мне, все время толпа. Тут надо уже звать админов. Админы и кикают, и спавнят помеху, но не становится лучше. Мы не можем тупо построить этот огромный состав. Приходится, как есть, уже в анархии строить конвой из госмашин. Направляемся на южный завод, где материалы. Я поехал показать впереди колонны все, и уже на карте вижу кучу меток ОПГшников. Да, они перегородили и готовы нас встречать. Я взял броники, оружие семейного склада, и нужно рейдить бандитов. Та самая война госфракции против ОПГ, которую, наверное, многие хотели видеть. И вот она, перестрелка. Толку от нашего количества нет, у нас мясо без оружия. А тут я подсматриваю и вижу. Высокоранговые типы, это безвар состав. Я вернулся на склад организации, хочу вам показать снайперскую винтовку. Нажимаем прицел, и она действительно работает. Правда, сумка немного мешает. Что-то такая сенсас, странное управление, кнопки. Насколько она регает урон, вообще юзабельно ли, тоже надо все чекать отдельно. Если брать ГРП войну, то по факту все менты посливались, бандиты победили, а значит область погружается во тьму. Банально ОПГ состоит из каптеров, а в госфракции идут, чтобы почувствовать власть. Теперь давайте глянем, какие же задания нас ждут в центре предпринимательства, если ты владеешь мастерской. Прямо то же самое, что КАЗИ. К примеру, пожарная безопасность, доставить огнетушитель. Это значит, подъезжаем сначала к МЧС, поднимаемся по лестнице и разговариваем с сержантом. После чего снова едем на нашем хэллоуинском мотике, на спидометре которого 666. Ехать, соответственно, нам надо на метку нашего бизнеса. Вот она моя кормилица, залетаем и рядом с пикапом Хилки, вот устанавливаем огнетушитель. Почему-то баланс моего бизнеса откатился назад, меня это никак не радует. Теперь завтра будет 67%, но нам же с такой финкой надо соточка. Соответственно, спрей от насекомых и обрабатываем участки в нашем бизнесе. Если забить на бесячие задания, то через 4 дня мега-бизнес летит. Мне, кстати, запомнили замотик с Блэк Пасса, я его с наград просто забыл забрать. Вот такой вот интересный. Паркую его на семейной хате и отправляю в Фому. До сих пор есть лоты свободные. У своих подписчиков начинаю через трейд скупать чертежи и материалы для крафта. Я за опт-поставку даю 500к, но, к сожалению, места нет, чтобы уместить. Так что я, прикиньте, покупаю В-класс салона сразу же в техцентре. Я на него ставлю спорт плюс прошивку. Затонировал его красивенько в стайлинге. В общем, самый блатной склад Воронеж-сервера. В багажник В-класса я скидываю свои фулл-блат симки. 7 штук, которые постоянно с собой ношу. Они у меня отнимают слоты. Так вот, ресурсы, что есть, я положил. Дальше идут у нас чертежи. Во, освободили полностью инвентарь. Возвращаемся на хаток по пищечкам. И начинаем жесткий скупрудый чертежей. За второй трейдик вещей хотел заплатить, только не дает возможности. Окей, спасибо за подгон. Пока не знаю рынка, сколько даже можно предложить за определенные вещи. Вот за 250к купил. Вот тут жесткий оптовик. Очень много закинул мне. Надеюсь, у меня уместится. За 500 тысяч получилось взять. Через пару минут на парковке я спавню свой бусик, отвожу его от зоны выгрузки. И погнали закидывать ресы в багажник сразу после симок. Это то самое, из чего мы будем крафтить. Дальше перекладываем инструкции. Сложность в том, что на каждый предмет есть своя инструкция. Поэтому они не стакаются, а текстурка у всех одинаковая. Помните, в прошлой серии я уже складывал материалы инструкции в бусик, который предназначен для аксов. Ну, собственно, достаю их отсюда. Они тут не по назначению. Облутав Volkswagen, переходим к В-классу. И нудно все это закидывать. Да, ну сортировать нужно, иначе потом не разберусь, что к чему. Уф, новый закуп вещей в студию. Оплачиваю оптом за 600 тысяч и не разбираясь, закупил инструкции. Хотя на вид инструкции одинаковые, но у них же есть редкости и шанс выпадения. На следующий день мой замчик бесплатно закидывает кучу добра, добытого в соло и отдаёт просто так, лучший. Подгоны не заканчиваются, замы реально помогают мне в снятии ролика, спасибо. Уже пора спавнить В-класс, ибо инвентарь забит, надо перекинуть ресы в наше хранилище. Тут же параллельно я договорился про покупку полу Бладсима. В трейд мне закидывает 6 штучек, тут одна цифра отличается от остальных. Я закидываю 20 миллионов, оплачиваем первый трейд, после чего доплатой ещё 20 очка лямов и последние 2 миллиона ему в копилку. Не отходя от кассы, закидываем в наш премиальный сейф 6 полублаток. Тут же мне мои пупсы замы дарят материалы и чертежи для крафта. Так-то в натуре скучно вам показывать скупку, всё трейды и трейды и трейды. Рынка ещё не знаю, советовать чё-то рано. Да и толком скупать будет тяжело, если ты обычный игрок, не то что там в соло фармить. У меня накопилось много камня и я уже не могу в багажник закинуть его, ибо максимум в багажнике может быть 99 штук одного ресурса. При том, что материалы для крафта по факту ничего не весят. Пришло время забрать все материалы себе и инструкции, те которые часто повторяются, скорее всего легкодоступны и их можно быстро скрафтить. Наконец-то подъезжаем к нашему собственному бизнесу, с надеждой подбегаем к профессиональному верстаку. Нам доступно скрафтить краску, а вот на алюминии у меня нет чертежа, взятого с собой. Специальным значком подписано, что мы можем. Я вот сбегал, пересмотрел свои инструкции, теперь мы можем скрафтить алюминий, поехали. Дальше вот железо доступно, поехало крафтиться. Резина вот, пожалуйста, нам точно понадобится для транспорта. Можем за раз одной кнопкой выбрать две пилорамы и скрафтить две штуки. Видите, шкала 6 из 15. У нас на очереди стоит 5 вещей и одна первая алюминий только крафтится. Давайте вот еще накрафтим кожи. Ля, улыбнулась удача с 80% шансом, скрафтили алюминий. Если выйдете из менюшки, то другие могут заметить, что мой верстак занят еще 14 минут, никто другой не может им пользоваться. Слушайте, вот эту волгу на лютой подвеске медведя будем стараться крафтить. Ну а пока я покрафчу на все свои ресурсы предметов, возможно не обдуманно, но 14 из 15 стоит. Резина скрафтилась, дали 10 опыта и в шкале крафтера чуть-чуть есть прогресс. Тяжело, господа, я падаю в ноги этому верстаку. Ура, на балансе беза почти 4000, хотя я сам в соло только что 15к потратил на крафты. Не паримся, сливаем в гос эту дичь.